11 Чебоксарский международный кинофестиваль Мне повезло в жизни, что я встретил этого человека несколько лет назад на съемках, где я участвовал в эпизодической роли. Там было три съемочных дня, они быстро закончились, и я как бы так забыл об этом сюжете в своей жизни. Через год он мне позвонил и сказал следующие слова «Я хочу снять с вами фильм». Для меня это был шок, потому что такого в жизни не бывает. Но оказалось, правда, он написал сценарий, и сняли в результате «Турецкое седло», который с успехом прошел уже на нескольких фестивалях, получил определенные призы. И вот сейчас мы с удовольствием представляем нас у зрителей в городе Чебоксары. Очень интересно название картины «Турецкое седло». А в чем суть вообще? О чем она? Суть «Турецкое седло» – это неким образом медицинский термин. Вот мой персонаж, которого я играю, он имеет некое заболевание, которое в медицине называют синдромом пустого турецкого седла. Это такой участок мозга, он находится в задней части головы, там, где находится мой жучок. И никакой угрозы для здоровья особого или для окружающих это не представляет, но это некое такое психосоматическое заболевание, которое привносит неудобства в жизни человека. Как правило, этим заболеванием, как говорят медики, болеют женщины. Но вот в нашем фильме врач, к которому обращается мой персонаж, он ему ставит этот диагноз. И, в общем, мужчины болеют крайне редко этим заболеванием. Это связано с некой невнятностью походки, концентрацией внимания, рассосредоточенностью иногда, с невнятностью речи. Вот какие-то такие неудобства, которые испытывает мой персонаж. Если говорить о моем персонаже, то это пенсионер, который всю жизнь проработал в органах КГБ, потом ФСБ, занимался наружным наблюдением. И, уйдя на пенсию, он оказался один, без семьи, без того дела, которому отдал всю жизнь. У него некая такая осталась привычка, что ли, в жизни, следить за людьми. И вот он продолжает следить за людьми. Как вообще вживались в роли? Сложно было перевоплотиться? Я скажу сейчас такую интересную вещь, о чем говорил всегда режиссер. Обычно я молчал, он представлял фильм на кинофестивалях и говорил так, что, говорит, в моей жизни это впервые. Обычно, говорит, у меня есть сценарий, и я уже под этот сценарий подбираю артистов. Вот впервые в жизни случилось так, что у меня есть артист, и под него мне нужно найти сценарий. Это действительно было так. Это звучит несколько фантастически, но это так. Он написал сценарий. Вначале он хотел, чтобы мой персонаж был чиновник такого высокого порядка государственного. Потом он подумал, что, наверное, более интересно будет, если сделать его мастером боевых искусств. И только потом он пришел к тому, что он бывший сотрудник КГБ, Топтун. И первоначальный сценарий наш назывался Топтун. Так называют этих людей, которые занимаются внешним наблюдением в спецорганах. Когда мы начали снимать фильм, это первоначальный сценарий, я его прочитал, и потом спустя где-то месяц мы начали снимать фильм. И уже когда снимали, сценарий назывался «Глоток воздуха». Интересные такие варианты. А вот вышел фильм, в прокат уже, когда на фестиваль пошел, он уже под этим названием «Турецкое седло». А когда его можно будет посмотреть? То есть его уже показывали? Понимаете, он уже вышел в прокат. Все права на фильм купила компания одна прокатная. Под названием «Русский репортаж» они имеют свою страницу в интернете, они выкладывают. Сейчас, по-моему, его должны выложить в интернет уже, в свободный доступ. Как бы так. Насколько я знаю. Насколько я знаю. Вы актер театра и кино. А вот что вам ближе? Все-таки театр или кино? Где вам нравится больше играть? Знаете, всю свою жизнь я работал в театре. В кино это для меня первая роль такая большая. Первая роль. И я вот сказал уже, что благодарен судьбе. Это действительно так, что я благодарен судьбе. Все-таки вот на исходе лет я все-таки получил такую главную роль. И, в общем, успешно наш фильм прошел на фестивалях. И я имею уже награду на фестивале за лучшую мужскую роль. Имею награду за лучший дебют. Потому как это первая роль такая большая. И наш фильм имеет очень много фестиваля. За лучшую режиссуру, за лучший сценарий, за лучшего продюсера, за лучшее музыкальное оформление спектакля. Там гран-при, два гран-при лучший фильм фестиваля. В общем, как бы много всяких наград. Это очень радует. Возможно, вот в конце нашего фестиваля вы тоже получите награду какую-нибудь, какое-нибудь направление. Мне хотелось бы это. Потому что это великое счастье для артиста. Оценка. Не сама награда, а вот сам факт. Понимаете, оценка зрителей. Потому что, что ни говори, все равно артисты работают для зрителей. Режиссеры работают для зрителей. Мне очень приятно находиться у вас в городе. Я первый раз. Замечательный солнечный город. Встретил нас солнцем, улыбками, доброжелательными лицами людей. Очень опекают нас люди, которые занимаются фестивалем. Это очень приятно. Я надеюсь, что приятные впечатления. Еще два дня впереди. Да. Ну вот как раз, да, фестиваль уже идет три дня. Сами-то успели посмотреть какие-то картины? Вот так получалось, что все время были на каких-то мероприятиях. Фильмы не удавалось. Только на свой фильм представил. И сегодня я попал на фильм «Дом на Луне». Фильм этнического фестиваля вот этого направления национального. Но, к сожалению, до конца не досмотрел. Вот меня выдернули из зала. Но впечатление от фильма это хотя бы часть. Да, очень интересно. Парень, который снял этот фильм, он сам дебютант. Это первый его фильм. Он сам написал сценарий, сам снял. Сняли за мизерные деньги, которые там собирали просто, как он сказал, которые были в кармане. И там кто доброжелательно как бы помог им. Купили две камеры, фотокамеры. И на эти, значит, фотокамеры сняли фильм. Мне показался очень симпатичный фильм. Очень трогательный. О судьбе и вообще о проблеме сирот в нашей стране. Какое отношение. В итоге есть желание досмотреть этот фильм. Да, да. Я думаю, что я его досмотрю. Я возьму у него вариант на диске и досмотрю. Ну что ж, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, в гостях программы «По существу» был Валерий Маслов, актер театра и кино. До свидания. Спасибо. До свидания.